так вот так вот выглядит в рабочем состоянии монитор монитор это от банкомата использовать его в принципе вот с одним с родным поляризатором нельзя поэтому мало того что он был поврежден мной имел так скажем пылевые царапины то есть сильно мутный и к тому же он рассчитан на прямое видение происходящего на экране то есть небольшой угол уже ну это банкоматовский монитор то есть небольшой угол уже говорит о том что ничего ты там не увидишь и так лампа подсветки выпадает показать мне так хватит в общем питается монитор двумя питаниями 5 и 12 вольт если не ошибаюсь то по белому идет 12 вольт по красному 5 то есть подсветка у нас ой то есть по подсветке 12 по питания монитора логики 5 красный это у нас подсветка значит 12 вольт и белый у нас 5 монитор полностью цифровой поэтому контроллер здесь очень маленький вот такая вот плата контроллера выполнена на одном чипе сисовском genesis так по поводу вот того что видите как показывает все он подключен к компьютеру специальный комп приволок и так что мы видим поляризационным стеклом как видим картинка какая-то проглядывается то есть то есть с поляризатором мы видим эту картинку без специальная на пленочка другого монитора наклеил и так чтобы получить негатив нам нужно развернуть эту картинку и тут у нас негативы соответственно если вы будете менять пленку то вы не думайте про то что вы сняли пленку и он у вас будет показывать нет показывать он у вас не будет вот если присмотреться тут видно что под небольшим углом да уже черный экран там еле видно картинки визита данном случае вот котята может сказать их уже вот так вот прямо под каким-то вот небольшим углом вот только вот таким различим данкомат чуть повыше находится поэтому как бы стекло в воду углом идет вот под таким соответственно угол у нас на матрицу взора то есть не вот так вот на направленный человеческий взгляд а вот немножко под углом соответственно сбоку внизу сверху уже не увидим картинку поэтому во первых чтобы перевести данный монитор именно под поделки в человеческий вид то есть хоть как надо менять поляризатор ну и соответственно я показал что данный поляризатор в принципе можно самому легко снять и поменять буду заказывать поляризатор сейчас измерю размера потом дам ссылочку я буду заказывать я уже заказал защитные пленки вы кстати не путайте есть защитные пленки у них цена от 100 рублей там тоже до 2000 а есть поляризаторы у них цена от 400 рублей и пошел просто безграничные там цифры и соответствующим больше народа покупать тем лучше так что цена на вот эту пленочку достаточно велика она бывает стоит дороже чем сам монитор монитор просто суперски в том плане что потребление у него всего идет от 5 вольт если переделать его от светодиодной подсветки что я буду делать в дальнейшем то есть вы это увидите то есть будет потребление 5 вольт монитора то есть не 12 вольт а именно 5 подсветочку я не знаю буду ставить повышающие преобразователи в светодиоды и буду это все дело переводить так скажем на автономику то есть зачем мне надо что монитор потреблял много в принципе достойно достойная картинка то что я вижу мне в принципе устраивает то есть если сильно прям прижать к матрице то есть там в принципе нормально все читаем то есть вот такой сюрприз раньше кстати была такая фишка да мне даже брат интересовался про то что знаете мужики обычно свои сайты смотрят какие-то до что по например жена или кто-то не догадался да если снять вот эту пленку лег если ты видишь этот ролик вот смотри вот без пленки этой твоя подруга ходить видеть вот так а с пленочкой который ты можешь приклеить на очки да то есть тоже будешь видеть картинку но это бред полный там она сильно толстая и получается там видим муть это ну полная бредятина конечно если на стекло наклеить может быть что-то там и будет но опять же угол изменится пленку видите тут еще пленка это у меня она не от монитора она этого же этой же панели то есть от этого монитора то есть не от обычного монитору которая 180 градусов угол обзора здесь угол что-то около я не знаю но не больше там от прямого отклонения 20-30 процентов то есть это цель их безопасности такая пленка ставится она достаточно дорогая но в принципе куда это дома используют правильно на продажу и такие вещи не использую потому что лучше я сам что-нибудь придумаю ну а так вы теперь в курсе что можно поменять пленочку и при этом увеличить качество а для тех тех именно людей которые хотят позаботиться о том чтобы царапины не оставались рекомендую купить более дешевую защитную пленку как наклеивается на смартфоны тоже точно такие же продаются там стоимостью ну достаточно дешевые можно подрезать там под диагональ как вы как вам угодно и соответственно получите защиту вашего монитора это будет самый экономический способ если вы решите вдруг поменять вот эту пленку во первых это и опасно и проблемно вот это сделать да во вторых наклеить без пузырей ну фактически это очень тяжело так что вот думайте на этом все всем спасибо за внимание всем удачи всем пока